Расколотые на части с малоузнаваемыми надписями. Именно в таком положении лежали две мемориальные таблички возле вечного огня на прошлой неделе. Первыми их заметили случайные прохожие – мамы с малышами и пожилые люди. Каждая из них была печален увиденным. Уже после стало ясно, что двумя табличками дело не закончилось. На стене возле вечного огня не хватало еще как минимум трех досок. В общем и целом, сейчас здесь можно заметить пять значительных пробелов. Напомним, что мемориал возле вечного огня в нынешнем виде существует чуть больше года. В 2017 году это место было открыто для посещения после длительного ремонта по республиканской программе благоустройства городской среды. В преображение территории было вложено более 17 миллионов рублей. Тогда были заменены опоры освещения, облицован памятник солдату-победителю, заменена тротуарная плитка и, разумеется, обновлена конструкция вечного огня, а также обновлены мемориальные доски возле него. Они провисели в целости и сохранности недолго. Горожане выдвинули самые разные причины произошедшего. Ну, я не знаю, кто-то разбивает, наверное. Некачественная работа, скорее всего. Вандал это все за сколько лет, то есть ни разу это уже ничего не было. Скорее всего, некачественная может. В городской администрации выдвинули свою точку зрения. На их взгляд, на месте орудует вандал, на счету которого уже семь испорченных табличек. Мы это дело расследовали. Все разбивается тяжелым предметом. Есть осколки там и места ударов. Все эти таблички собираются и мы их восстанавливаем. Приходится, потому что восстанавливать их. Заказываем в Уфе и ставим обратно на свои места. Ну, я думаю, это чистое слово вандализм. Ну, не могу сказать, какое поколение, то ли старшее, то ли младшее, но его разбивает. Также в городской администрации заверили, что все разбитые таблички будут заменены до 22 июня. Работы обойдутся городскому бюджету в круглую сумму. На замену только одной памятной доски уходит от 10 до 15 тысяч рублей. Эта цифра включает в себя изготовление и монтаж плиты. Чиновники также отметили, что уже обратились в полицию с просьбой отыскать правонарушителя, разбившего таблички. В случае, если это произойдет, человеку будет грозить до трех лет лишения свободы. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа. Время новостей.